всем привет ребята сегодня будет необычный сюжет потому что меня пригласили на интервью наталья в издательство vs print и сегодня я буду рассказывать про тренды и моду 2022 2023 год будет интересно поехали добрый день друзья сегодня мы начинаем цикл интервью и нашим первым приглашенным экспертом является иван безруков дизайнер интерьеров основатель студии градис естественно мы будем говорить с ним о трендах моде и анти моде дизайне итак поехали иван в чем разница между понятием модный интерьер и интерьер выполненный с учетом тенденций трендов скорее всего да но многие эти два понятия совмещают что тренды и мода как-то это ставят в один ряд но это совершенно не так мода и тренды отличаются по своей сути а что такое мода это что-то сиюминутное быстро так сказать ворвавшиеся на пьедесталы и когда это все надоело так сказать публике все это быстро уходит и приходит что-то новое вот яркий пример трендов моды это цвет да то есть вот смотрите я принес специально для вас для ваших зрителей и для своих тоже зрителей вот эту книжку это история цвета понтон то есть понтон это всемирно известная организация которая занимается цветом и если мы полистаем странички этой книги то мы увидим что в каждый год есть своя подборка цветов то есть понтон нам предлагает каждый год выбирать какой-то новый цвет что это как не мода и это ведь я явно показывает что это такое ежи ну так вот назовем ежеминутное ежечасное какое-то веяние это как в одежде сегодня пиджак модный одного цвета завтра другого послезавтра брюки потом юбка и соответственно это те вещи которые быстро сменяются вот это вот мода это бы быстрая смена чего-то нового вот сейчас цвет модный вери перри да что это такое кто знает что это за цвет кто знает напишите в комментариях а это фактически цвет лаванды а в том году были модные цвета серый желтый вот какая связь между серым желтым и вери перри даже перехода как-то не особо ощущается но почему-то он стал таким потому что ребята так решили что сейчас в этом году у нас модное будет вот такое цветовое сочетание или такой конкретный цвет это мода а на основании чего эти ребята решают собственно говоря но вообще если понтон говорить то у них там такая большая организация значит которая решает на основании полученных данных отовсюду как они заявляют какой цвет будет модным в следующем году то есть у них есть целая лаборатория целый институт который занимается исследованием какой же цвет будет моден но на самом деле это всего лишь маркетинг и в течение этого года 22 они уже знают какой цвет будет модным в следующем двадцать третьем году и у вас даже есть инсайдерская информация да давайте ее сейчас озвучим а потом проверим так или нет цвет изумруд так вот почему они уже знают потому что они эту информацию уже продают компаниям которые выпускают различную продукцию одежду парфюмерию какие-то мебеля текстиля ну и так далее понимаете это бизнес это просто бизнес вот это ну и это мода а есть мода стихийная есть мода стихийная например у нас сейчас на советском постпространстве в дизайне интерьера очень модно использовать рейки но вот кто-то где-то когда-то их применил и пошло-поехало и это стало модно просто стали подтягиваться смотреть делать ее в таком виде в этаком и в общем это превратилось в некую такое модное веяние которое сейчас уйдет и что-то придет другое то же самое с дверями там вот двери скрытого монтажа сейчас на пике популярности но пройдет какое-то время и они станут не модными станут модными что-то другое окей что делать с этими дверями которые вышли из моды а что такое тренды тренды это можно сравнить с потоком реки то есть есть такой большущий водяной поток который несется в каком-то направлении но мы склонны выбирать на чем мы поплывем в этом потоке надувной матрас резиновая лодка лодка с веслами с мотором яхта корабль это уже не важно мы все движемся в этом направлении а это называется тренд тренд задает общество это некий запрос общества под который подстраиваются производители тканей цветов мебели одежды буквально всего приведу пример чтобы было понятно это такой очерк исторический 12 век появляется такой стиль как готика а до готики был стиль который назывался романский что это такое это фактически такие каменные мешки пещеры то есть это толстенные стены маленькие окна сводчатые потолки главный запрос тогда в эпоху романского стиля это защититься от соседей которые совершают набеги хотят тебя грабануть то есть фактически это крепость вот такой запрос на безопасность а вот 12 век готика и вдруг появился запрос у общества на некую такую открытость богу и на и пошли такие рассуждения а что такое есть свет божий голос божий что это такое и вот поэты это подхватили это подхватили художники того времени и что появилось как это отразилось то есть как показать свет божий воочию как показать прихожан ведь люди того времени были глубоко верующие это надо принимать во внимание то есть сейчас у нас другие веры да а тогда вот вера в бога это наше всего витражи отлично показывают свет божий цветные стеклышко сквозь которые солнечный свет проникает внутрь помещения и о боже какая красота какой божественный свет вот пожалуйста его материализовали откуда он появился от запроса общества какой у нас сейчас запрос общества самовыражение но самовыражение это всегда везде и и всюду в общем то но есть такой некий общий запрос да то есть во первых это безопасность во вторых это мы уже поняли все в момент пандемии это уединение раньше всем плевать было на частные кабинеты а сейчас ну-ка подайте ко мне личное пространство в квартире и так мы разобрались чем отличается мода от трендов это очень важно понимать потому что мода еще раз она сиюминутно она чаще всего рукотворно придумывается маркетологами вот но иногда что-то врывается стихийное как про рейки пример я привел а тренды это поток в котором мы все движемся и этому потоку все подчиняются кто-то больше кто-то меньше но так или иначе мы в нем находимся мы хотели говорить про приметы модного интерьера с конкретикой да отлично давайте я тут списочек составил чтобы не сбиться с пути а я могу и не вылететь из потока и не вылететь из потока и так мода давайте первое в моде этот цвет всегда цвет отражает моду ну про понтон я уже сказал сейчас модный цвет вери-пери но почему-то на миланской выставке преобладали зеленые оттенки причем природных оттенков миланская выставка кто не знает это международная самая огромная глобальная выставка мебели дизайна там кухни текстиль свет ну вообще все то есть самая такая одна из самых крутых есть не самая крутая выставка так вот там преобладали природные оттенки преимущественно зеленого оттенка немножко такие приглушенные припыленные это цвет мяты это цвет господи как он называется этот травата вот это вот которая такая серо-зеленая это полынь оттенок полыни интересно да вот видите а потому что здесь цвет и производители мебели текстиль и они уже пошли я бы сказал такой в русле тренда это то что требует народ то какой запрос у общества понимаете и здесь как бы на модный цвет они уже немножечко как бы подзабили я бы так сказал вот следующий тренд это фактуры нас окружают фактуры все мы помним наши пластиковые интерьеры фасады дсп стеклянные фартуки так вот этого ничего нет это все уходит мы движемся к природности а это кстати говоря протекает приходит к нам из трендов потому что вот один из больших глобальных европейских трендов это тренд на эко стиль мы об этом еще поговорим впереди но это вот оттуда так или иначе это природные материалы это деревянные поверхности теплые на ощупь это может быть холодная поверхность например камень но он природный например в тканях эта ткань букле которая с такими катышками ну вот в нашем проекте вот здесь вот как раз вот это ярко видно на экран поставим то что говорит о натуральности материала не об его искусственности а именно вот натуральном происхождении вот следующий следующее то что можно назвать модным и то что будет модным это округлые формы это арки это какая-то скругленная мебель это оплавленная мебель тот же диван который я вот только что показывал вот он да то есть он таких оплавленных аморфных форм это столики закругленные какой-то вот природной формы это тоже сейчас модно набирает обороты и будет набирать а если принять во внимание что модные все вот эти тенденции до нас доходят с некоторым опозданием но из европы то можно смело предположить что вот эти все округлые формы будут популярны в 2000 в 23 году в 24 то есть до нас это только докатится поэтому смело используйте округлые формы в мягкой мебели но и в другой возможно тоже слушая то что сейчас считается модным складывается ощущение что люди стремятся себя окружить предметами фактурами и цветами максимально дающими им психологический комфорт эмоциональный комфорт абсолютно в точку абсолютно а вот это вот уже из области трендов то есть у нас у людей сейчас такой запрос на безопасность на уединенность на такую знаете связь с природой то есть всем уже надоедает вот этот вот шумный мегаполис вот это вот шум гам искусственность да вы совершенно правы так и есть это прослеживается во всем то есть люди уже не так активный не так массово выбирают вызов провокацию и контрасты в интерьере и вы знаете и да и нет то есть для нашего потребителя в общем то в основном если мы берем то есть это все еще является вызовом все что я сейчас перечисляю на нашем рынке это является таким новым словом моды который как мы знаем не все в самом начале поддерживают только только самые модники самые передовики могут это воспринять и это и может понравиться как и нечто новое модное понимаете а в европе это давно уже идет но к нам докатит где-то через год через два поэтому я и говорю что в 23 24 год ожидаем засилия вот этого всего да вы абсолютно более натурального уютного комфортно постельного да да абсолютно верно возможно с какими-то изменениями корректировками там подвинулись чуть правее чуть левее но например там вот ткань букле да она модно именно светлая а потому что она более всего эффектно смотрится ведь эти катышки они объемные и они отбрасывают тени и это смотрится очень здорово эффектно но наш потребитель наш советский человек очень практичный поэтому не любит светлые тона в мебели считается что она быстро пачкается ее неудобно убирать плюс эти катышки еще которые тоже будут там как-то пыль собирать наверное поэтому возможно это как-то видоизменится может быть даже и не приживется в таком массовом сознании но отдельными всплесками это будет появляться безусловно и тот у кого это будет появляться в интерьере будет всегда вызывать восторг зависти ухты модник какой ну конечно как ты приходишь в красивый интерьер там такая вещь которая тебе тоже нравится но ты ее себе не позволил потому что посчитал что тебе неудобно ее убирать если с модными проявлениями в интерьере все понятно что же считается сейчас антимод но смотрите есть мода а есть антимода это те вещи которые считаются но на молодежном сленге носить или покупать зашкварно да то есть какие-то вещи которые фу-фу-фу так вот это те вещи которые приобрели массовый характер то есть их используют абсолютно все смотрите сейчас вы с легко сможете провести этот эксперимент и тот кто смотрит тоже берете телефон заходите в пинтерест там не знаю запрещенные соцсети у кого остались набираете дизайн интерьера начинаете смотреть интерьера они практически все одинаковые и мы там легко найдем одинаковые элементы но практически из интерьера в интерьер они кочуют это рейки на стенах на потолке на полу где угодно везде вот эти рейки это настолько вошло в обиход и каждый хочет себе применить что это уже сейчас превращается в антитренд и что вы будете делать в двадцать третьем году с этим когда это вообще будет считаться фу-фу-фу отрывать их или или что поэтому я говорю с модой нужно быть аккуратными и понимать зачем ты это делаешь не может быть не ради того чтобы просто модненько было по другим причинам о которых я позднее расскажу что еще сейчас модно это скрытые двери все надо не надо во всех интерьерах вот эти скрытые двери скрытого монтажа ну неужели все двери действительно вы хотите скрыть чтобы они были невидимыми есть такие забавные интерьеры где скрытая дверь выкрашена в другой цвет вопрос зачем ты покупал скрытую дверь чтобы выкрасить ее другой цвет стена одного цвета дверь другого понимаете но то есть это уже как-то вызывает такое умиление да вот это вот все что будет приходить в антимоду это повальное использование встроенных светильников вот этих глазков а сейчас очень модно стало встроенные шины делать и света надо не надо так везде делают и я тоже сделаю соответственно это превращается в такую антимоду обратите внимание совершенно ушли люстры но практически их нет в интерьерах мы смотрим что сейчас модно минимализм а в минимализме какая люстра и ничего подобного будем делать встроенные треки светильники и все это же минимализм в итоге интерьеры превращаются в скучные невзрачные серые невыразительные которые надоедают там буквально не знаю там два через два-три года они уже надоели и одинаковые и одинаковые конечно у меня так у тебя так все чем могут похвастаться эти люди которые так делают такой дизайн в кавычках это качеством ремонта ну чем они хвастаются смотри какие у меня классные реки ну да классный все на этом все как бы все чем дальше это любоваться ровной стеной или ровностью стены у кого ровнее то тот молодец но тогда мы сравниваем ремонт они дизайн а в чем дизайн так 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 теперь нужна подсказка профессионала как сделать интерьер модным но выразительным сейчас модно делать не модно то есть мы не следуем за словом моды что приводит к нас к одинаковым решениям поголовно модно делать индивидуально по своему характеру а по своему образу и превращать это в такой в необычный яркий не обязательно по цветам яркий выразительный интерьер который вызывает зависть как раз таки у модников понимаете о чем я говорю ну то есть если это сравнивать с показом мод то есть все делают одинаковые пиджаки а тут вдруг какой-то болинси ага значит врывается там не знаю с кроссовками там на перевес вот это что проходит время и он становится ничего себе таким трендовым поэтому не модно гнаться за модой которую я обозначил в кавычках то что быстро выходит из моды а модно создавать атмосферные интерьеры атмосферные интерьеры не имеют ничего общего с модой вообще то есть мы под себя выбираем цвета формы фактуры и создаем свои индивидуальные интерьеры и это мы уже подходим к индивидуальности вот что главное вот что модно индивидуальность то про что вы ранее как раз таки говорили а в чем индивидуальность в интерьерах это прекрасный способ выразить и показать и заявить о себе как некой индивидуальной личности но даже главное не то а главное чтобы вам этот интерьер был по кайфу чтобы вы себя там чувствовали как вот в нечто таком таком уютном таком домашнем как в гнездышке вот как вот не знаю как можно так сказать или не знаю как в утробе матери понимаете вот так вот ну как говорят если наш внешний образ наша одежда наш имидж является должно являться должны являться продолжением нашей сути точно также судя по всему и интерьер должен быть частью я совершенно верно только они будут отличаться то есть то что мы надеваем на себя это мы несем в общество и показа демонстрируем окружению смотрите какой я молодец да это некий месседж а то что мы делаем дома это другая сторона медали это другая маска это другая сторона луны понимаете и вот она уже больше про себя она уже больше про я она больше про себя про внутреннего про свой внутренний мир вот что становится важным скажите пожалуйста какое отношение это имеет к моде к рейкам к встроенным дверям и так далее к цвету модному понтон никакого абсолютно потому что наш внутренний мир Это наш внутренний мир. Он никакого отношения не имеет к маркетингу. И поэтому сейчас стремление все больше и больше делать интерьеры именно такие, именно индивидуальные, именно под себя, и в этом проявляется суть моды. Но в конце концов можно же в любом случае, особенно если к тебе часто приходят гости, гости искушенные, гости ценящие эстетику, в том числе и в предметах интерьера, ты же всегда можешь быть, можешь выразиться в интерьере через какие-то супермодные, актуальные детали. Если мы говорим про вери-пери цвет, то это может быть пара подушек в этом оттенке, или ты можешь захотеть и купить кресло, обитое бархатом в цвете вери-пери. Но в общем это должен быть интерьер, полностью отражающий твой внутренний мир. Верно? Не то, чтобы он должен отражать твой внутренний мир, а твой внутренний мир должен откликаться на этот интерьер, и твоему внутреннему миру должно быть в этом интерьере комфортно. Вот в чем суть. Хорошо, если про моду мы проговорили, хотелось бы чуть-чуть углубиться в тренды. Что это относительно интерьеров? Сейчас углубимся. Да так, что ух, мало не покажется. У меня записано аж целых 9 пунктов. Поехали. Поехали. Итак, тренд номер один – это безопасность. Ну, это базовые потребности человека, я думаю, никто их отрицать не будет, тем более сейчас с происходящим в мире этот тренд будет только нарастать. В чем это выражается? В первую очередь в выборе жилья. Квартира или дом. То есть мы все хотим купить квартиру в хорошем доме, с консьержем, с охраной, с территорией, на которой мы можем безопасно детей отправить погулять. Правильно? Мы же боимся уже на улицу отправлять в школы и в детские сады, тем более. Должна быть территория хорошо защищена. Так? Да, с развитыми дупостями. Влияет это на выбор, на наш выбор при покупке квартиры и выбора жилого комплекса? Конечно, влияет. Мы же не будем, то есть практически сейчас никто не рассматривает старые дома без вот этого соцпакета, так назовем, без этих охранных территорий, дворов и так далее. Ну, конечно, если денег недостаточно, то будут рассматривать, а так, в принципе, все хотят сейчас. Застройщик это прекрасно прочувствовал. И уже несколько лет, обратите внимание, в нашем городе это активно эксплуатируется. Все застройщики пытаются сделать такие дома и делают. Кстати, один из первых, это был Тихвин, в котором мы сейчас находимся. Вот такой формат клубного дома, это именно они первые в нашем городе предложили, так сказать, ну, на тот момент богатой части населения, но квартиры очень дорого стоили. Вот, но принцип, самый главный принцип, это вот очень интересно. И сейчас вот этот вот запрос на безопасность, он будет только нарастать. Если мы говорим про частные дома, соответственно, тут желание забор повыше, дом покрепче, вот, и коттеджный поселок с охраной, там, желательно, ну, желательно. Вот, вот такие запросы, это нетрудно отследить, собственно говоря, в интернете, где угодно. Такая статистика даже есть. А что касается материалов, они подходят под критерии безопасности, то есть выбор каких-то определенных материалов для отделки? Ну, смотрите, у нас активно и давно продвигают тему каркасного домостроения, но она хорошо идет, но не особо взлетает, все-таки предпочитают кирпич. Каркасные дома выбирают те, либо для дачного домика, либо люди, которые не могут себе позволить кирпичный дом, допустим, в тех же квадратных метрах. Ну, все-таки каркасный дом стоит подешевле. Тот, кто состоятелен, он, конечно, выбирает кирпич. Ну, имеется в виду камень, из камня строят дома. Можете провести опрос, спросить любого человека, который построил каркасный дом, поменял бы он его на кирпичный, почему выбрал такой, и вот вы удивитесь ответу. То есть, конечно, запрос на надежность. Ну, может быть, это у нас еще сидит в наших генах. Плюс климат накладывает свое. То есть, все-таки это надежный какой-то основательный материал. Следующий тренд – это защищенность и уединение. Акцент на уединение. И это скорее вопрос психологии, психологического комфорта нашего. Это пошло с момента пандемии. Все посидели дома и поняли, что ничего себе, как нам здесь некомфортно. Почему? Потому что я не могу нигде спрятаться от детей, от мужа, от жены. Вот этот бедлам с утра до вечера, с вечера до утра. Что происходит? Люди начали сходить с ума. Огромное количество разводов. Именно в этот период времени, потому что люди поняли, что не могут жить вместе. Во многом от того, что они не могут побыть в уединении друг от друга. Поэтому запрос какой? На уединение. Что это может быть? Ну, кабинет, как правило. Какая-то отдельная комната. Возможно, у кого-то на балконе появляется такой кабинет. Даже кто-то умудряется делать в кладовых. Но главное – отделиться, как-то отзонироваться от остальных. В общем, вопрос психологии на самом деле неразрывно связан с пространством, в котором мы живем. И эту тему рассматривали и продолжают рассматривать очень многие психологи. Даже есть отдельные труды, но вы наверняка знаете об этом. Конечно же, пространство на нас влияет и оказывает невероятно большое влияние. Ну, простой пример. Давайте представим, что вы на протяжении пяти лет живете с семьей четыре человека в двухкомнатной хрущевке. Ужас. Ну, а кто-то так живет. А кто-то на протяжении этого времени живет в хрущевке, но в трехкомнатной. Получше себя будет чувствовать. Просто потому, что помещений побольше. Просто мы можем разъехаться. Вот это называется психологический комфорт. В одной и той же квартире можно сделать разные планировки, и люди будут ощущать себя по-разному. То есть единственный выход – это перепланировка, пускай даже и старого квартирного фонда, и перезонирование, возможно, перегородками тоже некогда ставшими актуальными всяких форматов. Да? Ну, я бы не называл это единственным выходом. То есть здоровая семья не только от планировки зависит. Значит, планировка – это, конечно же, работа с пространством. И она помогает, если так можно выразиться, как вы сказали, оздоровить семью, сделать ее более даже сплоченной, более семейной и так далее. Значит, ну вот простой пример. Мы привыкли делать кухни вдоль стены, ну, как обычно, или углом. И, соответственно, когда наша, ну, с моей точки зрения, жена стоит, готовит, она стоит ко мне спиной. И вот пять лет я ей в спину смотрю. Как со спиной разговаривать? Вот вы мне, как психолог, скажите. И не комфортно. Не очень. А если мы поставим остров, то она уже лицом ко мне поворачивается. И на протяжении пяти лет я смотрю и разговариваю с лицом, а не со спиной. Есть разница? Как это будет на протяжении пяти лет влиять на нас обоих? Сильно. А если мы детей сюда еще возьмем? То есть обычно, когда кухня вдоль стены, мы детей оттуда выгоняем, потому что они мешают, под локтями там ползают. А когда остров, мы можем вокруг встать, пельмешки полепить, пиццу раскатать. Так получается, что это семейная скрепа, которую кто заложил? Дизайнер. Где? В планировке. Можно говорить, что это укрепляет, так сказать, психологическое здоровье. Отдельно взяты семейные ячейки. Да. Ну вот завершая тему уединенности, я бы еще отметил частное пространство родителей. Я ее называю территорией родителей. Это так называемая мастер-спальня. Мастер-бэйдрум. И сейчас тренд на проектирование таких помещений по принципу гостиничного номера. Когда внутри все есть, и он автономен, и он за одной дверью, все, туда никто не проникает. Это на самом деле очень удобно. Это и с психологической точки зрения удобно, ну с какой угодно. И это очень комфортно на самом деле. Все клиенты, которые мы так сделали, в восторге. И по-другому уже себе жизни не представляют. То есть фактически это набор из трех помещений. Спальня, гардероб, ванна. Вот. Ну кто может себе позволить, можно туда еще добавить бодуарную, например. Например, частный кабинет, например. Или даже мини-спортзал, например. И это все частная территория. То есть такая квартира в квартире. Вот. И это есть запрос. Даже те, у кого квартиры не очень большие, они все равно так или иначе пытаются уединиться от остальных членов семьи. И это нормальное желание. Вот. Просто мы, как дизайнеры, должны находить способ и варианты, как в существующей планировке сделать лучше. Где найти эти самые уголки. Вот. Но запрос такой есть. Он абсолютно в каждом запросе наших клиентов присутствует. Следующий тренд – это умные помощники. Ну все знают Алису. Алису. Алиса, открой шторы. Алиса, поставь будильник. Алиса, включи свет. Алиса и ей подобные. Раньше это все называлось умным домом. Но это такая большая громоздкая система. Ее ставят единицы. И все это превращается так побаловаться. На самом деле она работает только если это большой дом. И эта система следит за всеми инженерными системами отопления и так далее. То есть экономия энергии. То есть нет смысла в квартире ее использовать? Ну практически нет. То есть по большому счету это такое баловство. Ну свет, чтобы включить, можно поставить умную колонку Алисы, подключить ее к интернету и купить умный выключатель, который стоит недорого. Зачем платить сотни тысяч рублей за систему умный дом? Ну то есть вот сейчас такой тренд. И он будет нарастать. Например, из этого же ряда это умные электронные замки. То есть вы можете открыть дверь по отпечатку пальца. Вам ключ уже не нужен. Вы где-нибудь отдыхаете на Мальдивах. К вам пришла уборщица, няня, я не знаю кто угодно, там какой-нибудь курьер. Ему нужно попасть в квартиру. Вы ему по WhatsApp пересылаете код для двери разовый. Набирает, заходит, сделал что надо, ушел, дверь закрылась, все. Это же очень удобно. Да. Вот такие системы будут набирать обороты, потому что все производители бытовой техники пытаются сделать ее умной. Сейчас холодильники умные, утюги умные, пылесосы умные. Сейчас все умное. Только вот проверяй, смотри, что подключается к умной Алисе, например. Следующий тренд это эко-тема. Она на самом деле уже много лет в Европе присутствует. Отказываться от нее они не собираются. Но, судя по всему, в ближайшее время, видимо, они как-то пересмотрят свои взгляды на тему эко. Потому что все солнечные батареи, вот эти все ветряки, они как-то показывают себя не совсем так, как ожидалось. В плане эффективности? Да, но это уже не моя тема. Просто это есть, мы следим за новостями, про это говорят. Мы, русские, советские люди, относимся к теме эко. Как, значит, срубить дерево и сделать эко-столик из натурального дерева или куртку из кожи кого-нибудь. Вот это эко, но это же экологично. То есть это эко-продукт из экологичных материалов. То есть вот он недавно бегал или это недавно росло. Для нас это экологичность. Но на самом деле это не так. К слову экологичности они подходят, как, например, к сортировке мусора. А что это значит? Это значит, когда проектируют кухню европейцы, они ставят туда несколько ведер. Что делаем мы? Мы их все выкидываем, оставляем одно. Ну или два. А у шведов там, по-моему, 12 контейнеров под различный мусор, например. Ну то есть нам этот тренд как бы не очень заходит. У них, например, есть заводы по переработке мусора. И они делают, к слову сказать, классные дизайнерские ковры. Ковры из переработанных пластиковых бутылок. Где вы у нас видели такие заводы? У нас такого нет. Поэтому вот этот вот тренд именно у нас, он как-то не очень подхвачен, я бы так сказал, да? Ну либо подхвачен скорее визуально, чем концептуально. Да, я про это сказал. То есть срубили дерево, сделали из эко-материала, эко-стену там. Где-то мох насобирали, значит сделали из него стену. И вот у меня эко-стиль. Но на самом деле у меня есть знакомый ландшафтник, она же занимается там экологией и так далее. Она говорит, что вот сбор этого моха – это невероятный вред природе. Вопрос, где же здесь эко? То есть в чём эко? Понимаете смысл-то? То есть у нас как бы это немножко перевёрнуто в нашем сознании. То есть там эко бережно к ресурсам. Ну просто у них их нет, у них выхода нет другого. А у нас, пожалуйста, завались, поэтому мы из этого эко будем делать эко. Ну вот так вот. Как есть, так есть. Даже если это совсем не эко? Даже если это совсем не эко, да. Всё, что мы говорили до, большей частью, наверное, подходит для пространств большой площади. Для коттеджей и достаточно просторных квартир. Что делать тем, кто пока не является обладателем больших помещений жилых? Это следующий тренд. И это называется трансформация помещения. То есть мы вынуждены покупать маленькие квартиры, потому что у нас недостаточно средств купить большую. В больших мегагородах, такие как Москва, например, Санкт-Петербург, квартиры уменьшаются, становятся меньше. Пространства мало и оно стоит очень дорого. Поэтому тренд на то, чтобы появлялась мебель-трансформер или пространство-трансформер. Но опять-таки же, как и с эко-стилем, я считаю, что у нас этот тренд не приживется. Максимум, до чего мы дойдем, уже дошли, это кровать-раскладушка. Вот тебе трансформер, пожалуйста. Но так, чтобы действительно трансформировалось помещение, у нас такого нет, потому что это дорого. Ну, например, мы можем кухню скрыть полностью, скрыть ее дверцами, когда надо открыть эти дверцы и превратить ее в кухню. Но когда не надо, мы ее скрываем, отодвигаем вообще в сторону, прямо кухню целиком, и у нас получается гостиная. Но ведь все эти механизмы очень дорогие. И те люди, которые у нас, сэкономив деньги, взяв ипотеку, купили маленькую квартиру, ну откуда у них средства на такие трансформеры? Просто не будет денег, поэтому я и говорю, что это не приживется. Или, например, кровать, которая опускается с потолка. То есть вот сейчас это у нас гостиная, а вечером мы нажали на кнопочку, и у нас с потолка опустилась кровать. Это все реально, это все существует. Существуют телевизоры, которые из-под кровати вот так вот достаются. Существуют телевизоры, которые в дверцы шкафов встроены. Отодвинул? Пожалуйста. Ну просто это стоит все очень дорого. У нас даже таких механизмов нет в магазинах, потому что они не востребованы. Поэтому тренд существует, он есть. Запрос такой от клиентов постоянно поступает. Придумайте мне что-нибудь с моим пространством. И вот дизайнер, значит, там изгаляется и придумывает, как впихнуть невпихуемое. Вот. То есть у нас вот во что это трансформируется. Не в мебель-трансформер там, а впихнуть невпихуемое. То есть такие загадки и головоломки, как трансформировать пространство, как его организовать так, чтобы все функциональные зоны в нем разместить. Развивая эту тему про мебель-трансформер, это все относится к маленьким пространствам, к маленьким квартирам. Другая сторона этой медали – это большие дома. То есть это следующий тренд, который будет развиваться. Люди уже переезжают и будут переезжать в свои частные дома. Но не всех устраивают маленькие квартиры в городе. Среди моих заказчиков полно людей, которые просто банально не могут найти себе квартиру большую и удобную для своей семьи 4-5 человек. Они говорят, не можем. Поэтому покупают землю, строят дома и уже строят так, как им комфортно. Поэтому это следующий тренд – это большие частные дома с свободной и какие угодно планировки, с дополнительными помещениями, которые обеспечивают личное пространство, у которых есть своя территория, куда можно выйти. Понимаете, да? То есть мы помним пандемию, помним этот тренд. То есть вот это тоже все оттуда. Вот, пожалуйста, вам. В вашей практике чаще всего частные дома, интерьер в каком стиле делают? Вы знаете, вопрос про стили всегда меня немножечко так вводит в ступор в некий. Потому что сейчас кто-то в каком-то конкретном стиле, в чистом его виде не делает уже давно. Это все замес каких-то стилей. Можно говорить так, больше в классическую сторону или больше в такую осовремененную, минималистичную. А сейчас больше в осовремененную, минималистичную. То есть классика, безусловно, остается. Она будет всегда. На то она и классика. На то она и классика, конечно. Но ее процент уменьшается. Поэтому больше сейчас тренд в какие-то открытые пространства, плюс которым есть дополнительные уединенные. И это все в таком современном, минималистичном эко-стиле. А если детальнее сказать про цвета, про предпочтения в цветах, фактура? Природные. Фактуры больше природные. То есть все-таки людям надоедают вот эти все пластиковые поверхности, которые... Вы понимаете, в чем дело? То есть мы через тактильность получаем опыт. Мы так спроектированы кем-то там, что мы должны этот опыт приобретать. Раньше же мы в лесу жили, правильно? В пещерах. И мы ориентировались, в том числе, когда у нас не было электрической лампочки, с помощью тактильного осязания тех поверхностей, которые вокруг нас. Ага, вот я в пещере. Ага, вот тут дерево. Вот тут листики. Вот трава. Вот мох. Вот вода. Вот там и полно всего. И вот этот опыт через пальцы мы получали. А сейчас такого опыта нет. Представляете, насколько мы обеднели. А мы ведь не хотим с вами быть бедными людьми, правильно? Надоел этот пластик, надоело ДСП, надоело стекло во всем, вот в этом гладком. Поэтому вот в этих минималистичных интерьерах появляются сейчас как акценты какие-то необычные детали. Могут быть природные, могут быть неприродные, но какой-то интересной фактуры. Это керамика может быть. Это может быть макраме какое-то. Вот следующий тренд, который очень интересный и заслуживает внимания, я считаю. И кто бы чего ни говорил, но он произойдет. Нравится это вам, не нравится это вам. Но мы переориентируемся с Европы на Азию. Потому что Европа закрывает двери для нас. Плюс какие-то проблемы у них с заводами, закрыто, не закрыто, логистика, все это как-то там рушится. А наши товарищи с Востока радостно хлопают в ладоши. Им там никто ничего не закрывает, они ничего не закрывают. И пожалуйста, вот берите наш товар. Турция, Индия, Китай. Просто мы их не знали раньше. Ну зачем? Есть прекрасная, красивая Европа, великолепная итальянская мебель и так далее. Но коли сейчас не очень получается возить оттуда, то все больше мы будем поворачивать голову направо. Смотреть туда, везти оттуда. А если вспомнить, что все делается в Китае, фабрика мира, керамогранит везут оттуда, паркет везут оттуда. Но очень много. Мебель везут оттуда. Очень много брендов производят там мебель и везут оттуда. Ну, значит, пришлепают какое-то другое название и повезут под этим названием. И по большому счету для потребителей ничего не изменится. Я думаю, поменяется. И поменяется очень много. Я думаю. Просто мы как-то по-другому будем это покупать. Мы будем покупать это под другими названиями. Мы будем ввести это по другим логистическим цепочкам, по другим ценам. Но просто это будет что-то другое. Но оно будет. Но техника будет не немецкая, а турецкая, например. Натуральный камень будет не итальянский, там карарский мрамор. А будет индийский гранит. Или тот же мрамор, например. Понимаете? Керамогранит там будет китайский. А паркет будет российский. Вы, кстати, знали, что паркет 90%, который продается у нас здесь под иностранными брендами, делается в России. Просто наклейка разная клеится. Ну, например. К слову. Поэтому в этом плане поменяется. Появятся новые бренды, которые придут оттуда. Но переориентация с запада на восток, она произойдет. И это тренд. Это вот мы как в потоке реки. Ты, конечно, можешь там как-то барахтаться, но ты все равно будешь плыть вот в этом течении. Ну, что поделать. То есть нравится это или не нравится. Но это уже происходит. И мы вынуждены будем с этим работать. Я вот, кстати, нашел классные ковры и ткани в Марокко. Хотя и раньше оттуда возили, да? Но сейчас, может, больше будем возить. Такие ковры там, во! Да. Там потрясающий текстиль, конечно. Кстати, турки тоже отличаются ковроткачеством. У них тоже очень ковры классные. В общем, будем обкладывать квартиры коврами? Не только. Почему? Почему? Очень, кстати говоря, я сейчас не сказал об этом. Давайте упомяну. Очень много российских производителей мебели стали делать очень качественную мебель. Деревянную, пластиковую. И если ее поставить в один ряд с итальянской, допустим, на той же миланской выставке, ну, рядышком, стенд организовать, я вас уверяю, никто не отличит, что это российская мебель. Такой уровень производства. Это обалденно. Я был просто в восторге. Ездил в начале года в Москву, как раз была выставка. Я нашел очень много производителей. Именно нашей отечественной мебели, керамики, светильников. Я был в полнейшем в восторге, потому что это настолько красиво, изысканно, по-дизайнерски. То есть это не то, что к чему мы привыкли, а диван российский, фу, совок. Нет. Это великолепная мебель с классным дизайном. То есть не исключено, что очень скоро мы будем гордиться российской мебелью, как шведы гордятся Икеа? Я думаю, что да. Я уверен просто в этом. А у нас другого выбора не будет. И это произошло в 2014 году, когда рубль упал практически в два раза. Наши местные производители воспряли, потому что та-то мебель стала стоить дорого. А эти опа, а мы сейчас сделаем. И начали делать. И надо отдать им должное. Многие из них подтянули и дизайн, и качество, и технологии. Молодцы. И сейчас это будет только развиваться. Ну, Италию же к нам не везут. Ну, точнее везут, но как-то непонятно как везут. А эти тут как тут, пожалуйста, берите. Только про них не знает никто здесь. Ну, будут больше узнавать. А мы дизайнеры будем про это рассказывать. И будем говорить, что смотрите, какая классная штуковина у нашего местного Петровича. Мы можем использовать ее в проекте. У вас уже есть фавориты среди российских марок? Ну, нам, например, очень нравится приобретать диваны OneMobile. Это наше отечественное местное производство. Пожалуйста, вот город Екатеринбург. Они свои диваны продают по всей стране. И даже за рубеж, насколько я знаю, возят. Ну, потому что качественно, потому что красиво, хорошие ткани. Почему бы не купить? В самом начале мы с вами говорили о том, что индивидуальность – это один из главных трендов. Наверное, был, есть и будет. И поговорим об этом поподробнее. Окей. Смотрите, здесь, прежде чем перейти к индивидуальности и поговорить об этом тренде, который, безусловно, есть, я бы начал с другого, с другой стороны. Это другая сторона медали. С плохой новости. С плохой новости, да. Но завершим хороший. Это тотальная безвкусица. Вообще, в принципе, поголовно. Мы уже об этом немножечко поговорили. Когда заходим в Pinterest, в запрещенную сеть, куда угодно, набираем дизайн интерьера, мы видим поголовно одинаковые интерьеры. Так проще всем. Заказчик посмотрел, ему вроде бы приятно понравилось. Он говорит дизайнеру, сделай так же, тот делает так же. Типа, а что напрягаться и думать, что-то новое. Ну, клиент же просит, поэтому сделаем так же. В итоге вот это так же постоянно в такую круговерть превращается, но с каждым витком и с каждым разом становится все хуже, хуже, хуже. Ну, как бы каждый новый клон, он чуть хуже предыдущего. Ну, за редким исключением. Я не знаю, поддержите вы меня в этом или нет. Да, скорее всего. Это же как списать у соседа по партии. Да, чье-то сочинение ты списал, это уже не твое сочинение. Абсолютно нет. Ты только его немножечко подправил. Даже иногда учителя подлавливали, говорили, а ты списал, мысли-то чужие. И это априори стоило меньше оценки. Так вот, это сейчас поголовно и везде. Это не то, что я придумал, это не то, что я это прогнозирую. Это есть, это уже здесь. Потому что всем так проще. Потому что я увидел рейки, мне вроде понравилось. Наверное, это модно, раз в 20 картинках я это увидел. Сделайте мне так же, пожалуйста. Раз я увидел в 20 картинках подряд, в 50, эти скрытые двери, эти светильники встроенные, то мне их, пожалуйста, сделайте. И вот это вот в такой ком набирается, который превращается в такую общую, безликую массу, которая вот называется общим словом такая безвкусица. А где индивидуальность? А где вот проявление себя? То есть такое ощущение, что все стремятся сделать, как у всех, просто красивенький, качественный ремонт. Ну, тогда давайте не будем называть это словом дизайн, давайте будем называть это просто хорошим ремонтом. Тогда вопросов нет. Ну вот у нас тренд сейчас, который он не то, что будет, он есть, он идет. Это хорошие ремонты. Ремонты. Причем эти хорошие ремонты тоже себе могут позволить немного, потому что хороший, качественный ремонт стоит много денег. Крыло самолета. Да, два скорее, конечно, сейчас-то еще тем более. Ну а как, если мне нужно наклеить красиво рейки, их нужно купить, каждую отдельно обработать, каждую приклеить. Сколько это должно стоить? Ну, то есть кто-то же время на это тратит. А если вы на этом экономите, то это получается некрасиво, криво, безвкусно, ну то есть уже что-то не то. И в итоге те, кто гонятся за другими, тот, кто может себе это позволить, он что-то начинает там колхозить, и в итоге получает не то, что вообще изначально задумывались, ну понимаете? То есть ты пишешь сочинение, но ты не можешь его написать, у тебя не хватает ни средств, ни всего остального. И у тебя получается непонятно что, какая-то бесформенная масса. И это называется вот тотальная безвкусица. Ну окей, если у тебя нет денег, зачем тебе гнаться за дорогими решениями, за дорогими дизайнерскими вот этими фишками? Пойди другим путем, пойди путем индивидуальности, да? Вот мы сейчас как раз об этом давайте и поговорим в завершении всего нашего ролика. То есть вот эта тотальная безвкусица и погоня за этим одинаковым останется, от этого никуда не уйти. Но также будет параллельно идти направление этой индивидуальности. Это удел немногих людей. Ну кто-то боится просто-напросто выделиться из массы, да? Но будут находиться те, кто, так сказать, будет самовыражаться, будет вот эту индивидуальную, вот это свое я ставить выше, чем вот эта безликая масса всего одинакового. И это называется индивидуальность, это тренд на индивидуальность. Будут меньше вкладываться в ремонт, не будут стараться выводить там стены, там как-то там, ну вот прям, чтобы идеально ровно были. Зачем? Если, например, я сегодня живу в квартире, завтра ее продам, ну условно завтра перееду там в другую квартиру или в дом, или в город в другой перееду. Ведь вот это движение присутствует, да? А поэтому зачем мне деньги тратить, ну в сам ремонт? Понятно, у кого их много, тот потратит, вопросов нет. Но не все хотят. Тогда на чем же индивидуальность должна строиться? Индивидуальность будет строиться на отдельных предметах декора, на искусстве. Это картины, это скульптуры, это текстиль. Это то, что мы можем принести даже уже в существующее пространство, и с помощью этого его превратить в нечто такое индивидуальное, в нечто вот свое. Вот это вот в мое. Вот индивидуальность будет проявляться через это. Более того, все эти предметы искусства мы можем забрать и унести с собой. А штукатуренные стены вы с собой не унесете. Вот, то есть здесь такой разум уже включается у людей, да? То есть куда вкладывать, а куда не вкладывать. Лучше, наверное, вложить в какой-то классный, удобный диван деньги, чем в рейки на стене, например. Ну, в рейках-то что, я на них сидеть не буду, любоваться ими тоже не буду, мы все равно в телевизор все смотрим. То есть мы говорим даже про осознанные траты, да? Да, все больше осознанных трат. Это ярко видно по запросам моих клиентов, которые приходят и говорят, ребята, вот мне нужен дизайн, все красиво, но тратить будем осознанно. Вот, и как раз это очень коррелируется с индивидуальностью. Ну, вот, картина, она одна такая, ее написал художник, вот и она больше не повторится. Правда, я не представляю ее на обшарпанной стене. Это к вопросу о том, что вы говорите, что можно сэкономить на отделке, как бы говоря, а при этом повесить туда Малевича. Ну, конкретно здесь мы сэкономили, оставили ремонт от застройщика, просто не переделывали. Те обои, какие были, мы их просто покрасили и все. И это стало прекрасным фоном, например, для вот такой картины. Вот здесь вот, например, тоже картина, пожалуйста, она украшает стену, хотя сама по себе стена абсолютно такая, ну, невзрачная, так скажем. Вот, это использование каких-то художественных элементов, да, ну, например, такие вот колонны интересные, да. Это мебель, например, необычная, да, это вот в виде цветка какого-то. Вот это же уже индивидуальность, то есть я себя проявляю таким образом. Вот, и это очень интересно, это очень классный тренд, но опять же, повторюсь, это удел не всех. То есть все пойдут вот толпой, а будут такие, у которых вот, ну, то есть отдельное такое вот направление. Именно внутренний запрос на то, чтобы проявить свою индивидуальность в интерьере. Да, да, да. Вы как автор квартиры в стиле Coco Chanel, там масса других интересных объектов. Расскажите, пожалуйста, как строится работа по созданию именно такого индивидуального интерьера. Окей, это очень интересная тема, она настолько обширна, что сейчас мы даже не впишемся в регламент, но я постараюсь очень емко и кратко объяснить. Смотрите, я называю это три способа проектирования. То есть на самом деле их вот всего три-то и существует. Первое – это высосать из пальца, это такой подход к дизайну. Вот, ну, что это значит? Это пришел в магазин, потому что нужно делать ремонт и нужно купить обои. Мастер попросил, ты купил обои, принес, отдал ему, потом он тебе говорит, давай ламинат покупай. Ты вспоминаешь, какого цвета обои, вроде бежевенькие, ну, давай, значит, вроде коричневенький ламинат. Нормально же коричневый, бежевый подходит, нормально. Потом, значит, к нему там какой-то коричневый диван. Вот, ну, то есть это называется высосать из пальца. То есть мы одно к другому пытаемся подобрать, вроде бы подходит, но на самом деле в конце потом получается, в общем, хотели как лучше, получилось. Без вкусицы, о которой мы говорили. Ну, кому-то, безусловно, может быть, это нравится. Мне, как дизайнеру, такой прием совершенно не импонирует. Вот, хотя когда-то, конечно, я как начинающий им пользовался. Второй подход к дизайну называется скопировать. Про него мы уже много говорили. Это вот та масса, у которой все одинаково. Вот это вот называется копирование. Скопировал рейки, скопировал светильники. И одинаковые, безликие, серые, вот эти минималистичные интерьеры. Без изюмчику, без приправ, что называется, да. Я не против минимализма. Я против одинаковости. Да, это важная разница. Да. И третий подход к дизайну – это концептуальный дизайн. Это то, что я пропагандирую. Это то, чем мы занимаемся. Это тот дизайн, который мы творим. То есть, если посмотреть на нашем сайте, у нас нету одинаковых проектов. Они все разные. И по цвету разные. Где-то можно что-то похожее найти, но в основном они разные. Все, по идее, разные. Мебель разная, отделка разная, стилистика разная. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы человек получил свой индивидуальный интерьер. То, как он его чувствует. Чтобы он там чувствовал себя по-настоящему комфорта. А не просто мог похвастаться перед друзьями. Смотри, какой классный ремонт я сделал. Зачем? Тебе же там жить. Ты же это делаешь не для того, чтобы похвастаться. Чтобы похвастаться, купи машину, пиджак красивый. Иди хвастать. А здесь ты живешь. Ты сюда приходишь к себе в дом. Тебе здесь должно быть уютно, комфортно. На протяжении многих лет, пока ты там живешь. И вот это концептуальный дизайн называется. Для этого нужно найти идею интерьера. За что-то зацепиться. Не буду развивать тему ее. Можно найти эту идею в чем угодно. Самое главное, нужно прочувствовать заказчика, клиента. То есть понять его внутренний мир, чем он живет. Что для него ценно. Ну согласитесь, наверняка для вас не является ценностью рейки на стене. Ну что это, зачем они вам вообще? Это же не ценность. Мне точно не нужны. Я вас уверяю, никому это не ценность. Какие-то есть внутренние потребности, какие-то взгляды на мир. И дизайнеру нам важно это понять. И затем это уже преобразовать в некую идею и выдать такой концепт, который мы уже будем обсуждать с клиентом. Ну вот, не знаю, вот последний интерьер мы сдали. Клиент счастливо заселился. Его напечатали в нескольких журналах. В частности, например, интерьерный журнал «Салон» в номере, который называется «Лучшее за год». Туда интерьер этот попал. Вот здесь идея этого интерьера – это французский буржуа. То есть мы придумали такую историю для этого человека, что якобы эта квартира досталась ему по наследству от бабки француженки, а у них у французов по закону запрещено срубать лепнину, менять полы. Поэтому все эти парижские апартаменты, паркет елочкой, лепнина на стенах, эти стены белые, там, камины, ну вот эти яркие атрибуты вот этого стиля, да, если это можно так, но это не стиль, конечно, это такое явление больше. И вот эти, мы взяли эти элементы, применили в этом интерьере, а дальше двигаться по этому направлению не стали, то есть мы не стали насыщать ее старой мебелью. Ну зачем? Тогда он получился бы уже каким-то старьевщиком, что ли. Мы начали насыщать новой прогрессивной дизайнерской мебелью и другими предметами, потому что он же современный буржуа, такой бунтарь, значит, который любит жизнь, путешествия, понимает толк в жизни. И во многом это сложило историю, то есть вот эти предметы мебели, это как будто бы он привозил из разных стран, там, диваны, там, французские, стол со стульями итальянские, ковер персидский, там, значит, отделка стен, там, керамогранит испанский. Ну, в общем, там много на самом деле интересного. И это сложилось все в красивую историю, а в итоге в интерьер. Это дало нам понимание, какие цвета использовать, какие формы использовать. Ну, вот, например, тот же диван, он, обратите внимание, в форме воздушного шара. Да. Это задумка дизайнера Марселя Вандерса. А нам она, как нельзя, кстати, лучше подошла, потому что это тоже такой реверанс в сторону Франции, потому что, ну, вспоминаем путешествие на воздушном шаре, кто написал. Вот это называется концептуальный дизайн. И когда вот это все складывается, и мы завершаем ремонт уже, я даже не проект, а ремонт, клиент туда заселяется, и он испытывает такое, какое-то особое ощущение. Ну, то есть там действительно царит особая атмосфера, в каждом интерьере свое. И мы стараемся вот это свое создать в каждом интерьере. И это можно сделать только вот одним способом, по крайней мере, мне только один известен, это вот такой концептуальный подход. Мой дом, моя крепость, мой мир. Мой дом, моя крепость — это не в плане там от стрела защититься. Да, а в плане спокойности и безопасности. Душевной какой-то спокойности и безопасности. И в этом дизайн помогает. Планировка пространства, идея, концепция — это уже цвета, фактуры, образы. И все это должно сложиться в итоге вот в такой атмосферный интерьер, где мы, конечно, следуем трендам. Конечно же, мы немножко поглядываем за модой, но мы за ней не гонимся. Мы только берем то, что нам нужно. Вот. И вообще сами стараемся создать эту моду. Иван, благодарю вас за интервью. Спасибо вам. Друзья, если хотите узнать больше интересного и полезного о дизайне интерьера, подписывайтесь на канал Ивана и следите за нашими анонсами следующих интервью. Всем пока. Да пребудет с вами Муза.